Институт уполномоченных главы городского поселения Одинцова был создан 9 лет назад. За это время он зарекомендовал себя исключительно эффективным способом участия жителей в местном самоуправлении. В настоящее время это опытные, умеющие организовать людей в свой дом, в свой подъезд, на то, чтобы быть лучшими в городе. Это человек, который нужен городу. Прошло время, законодательство изменилось. Сегодня практически все бывшие уполномоченные мэра входят в советы многоквартирных домов. Нередко их возглавляют. Отличительная особенность этих людей – активная жизненная позиция. Год был, скажем, стабильный, без особых потрясений. Так что я считаю, что дай бог, чтобы следующий год был таким же. Ну, в общем-то, что планировали, сделали, что-то не доделали, значит, будет задел еще на будущее. Будем работать. Довольно-таки много сделали в этом году. И по благоустройству, и территории, и вокруг дома. И большое спасибо хотел бы, в принципе, передать не только от себя, но и от других, скажем так, уполномоченных. Гусеву Александру Альбертовичу, потому что, на самом деле, очень большая помощь идет от администрации города. Много было сделано и по улице Новоспортивной, и вообще, когда обращаюсь, очень люди достопримечательные такие, которые могут тебе помочь, ни в чем не отказывать. Я не так давно, наверное, стала активистом. Стала я им потому, что были некоторые проблемы, которые я поняла, уже очень хочется решать. И не было видно движения какого-то. Но, вы знаете, с тех пор, как я как бы включилась, я вижу, какие изменения происходят. И вижу, как много людей вокруг Воденцова, в Трехгорке, которые помогают их решать, обращаются к администрации, когда есть проблемы. И очень приятно видеть, когда есть решение. И я очень надеюсь, что будет больше активных людей в Воденцово, чтобы мы вместе сделали наш город еще лучше. Сегодня городской актив – это примерно 500 человек. Кто-то, как Яна Фролова, подключился к этой работе недавно. А кто-то, как Андрей Бондарец или Михаил Позняков, погружен в городские проблемы с самого начала, с 2009 года. Неравнодушные люди, которые болеют за свой город, болеют за свой дом, подъезд, за каждого жителя, который живет в их подъезде. Но насколько сложно вам приходится в этой работе? Я это прекрасно понимаю, когда сам ощущаю тяжесть ваших вопросов, которые вы задаете, и тех дел, которые мы можем все вместе сделать. А сделано городской властью и уполномоченными немало. Только за 2018 год начата реконструкция центральной площади. По губернаторской программе установлено 6 современных детских спортивно-игровых комплексов. Обустроено 110 новых парковочных мест. Продолжено расширение тропиночной сети. Установлено 40 новых опор освещения. С помощью городского актива поселение готовится к началу раздельного сбора мусора. Своих наиболее энергичных помощников мэр города Александр Гусев отметил благодарностями. Впереди у них непростой год. В планах еще 13 новых детских площадок, почти 1000 парковочных мест, 158 столбов освещения, асфальтировка 5,5 километров дорог и тропинок, модернизация 90 контейнерных площадок. Впрочем, с таким активом местные власти все по плечу. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.